Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Маленькому карагандинцу, страдающему ДЦП, необходимы деньги на лечение за границей. Мне сказали, что ребенок очень тяжелый, критическая ночь, все это самое. Но я была уверена, что он выжил. В Тимиртау молодой человек получил полевое ранение в голову. Подробности этой трагической истории в репортаже Марка Брюшко. Депутатский дозор. Народные избранники вновь вышли в рейд по зеленым насаждениям. На этот раз в районе имени Козыбекби. Хаотичные деревья где-то прижились, где-то не прижились. И какой-то общей такой красивой, плановой посадки деревьев и не видно. Маленькому карагандинцу, страдающему ДЦП, необходимы деньги на поездку за границу. Полуторагодовалый биржан Косенов нуждается в лечении в Самаре. Его он пройдет бесплатно. А вот чтобы купить билеты, у семьи нет средств. Победили, 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 победили. Для маленького биржана общение со старшими братом и сестрой – настоящая терапия, лучше всякого лекарства. Его мама, Эльмира Косенова, все свое время посвящает больному ребенку. Она сейчас в декретном отпуске, а супруг по состоянию здоровья не может работать. Семья живет на одно пособие мужа. Он имеет инвалидность второй группы. Пособие составляет 35 тысяч тенге. Этих денег едва хватает на еду и коммунальные услуги. Маленькому биржану, страдающему ДЦП, в ближайшее время необходимо лечение в Самаре. Откуда взять деньги, семья ломает голову. Страшный диагноз ребенка – далеко не последняя проблема семьи Косеновых. Отец семейства, Дулат Косенов, три года назад заболел пневмонией, которая дала серьезные осложнения на сердце и легкие. По словам мужчины, прожить на одно пособие с тремя детьми, один из которых страдает ДЦП, сложно. Вдобавок, ему самому необходимо постоянное лечение. Сейчас вот соседка, которая нам очень хорошо помогла, Наташа. Тут еще многие приходят, нам помогают собрать деньги на дорогу. Если бы я, конечно, работал, то бы мы в этом, конечно, не нуждались бы. Но я так не могу работать. Поэтому вынуждены искать чьи-то помощи. Фонд, куда обратилась Эльмира Косенова, сразу оказал помощь. Буквально через неделю маме биржана пришел ответ, что они пройдут бесплатное лечение в Самаре. Мама Косенова-Биржана, Эльмира, с просьбой о том, что у ее ребенка ДЦП, синдром ДЦП, и ей необходима финансовая помощь. Мы ей эту помощь оказали. Сегодня она приобрела билеты в город Самару, в одну ведущую российскую клинику. И с 29 июля ребенок уже будет получать лечение. А вот деньги на поездку в Самару в один конец собирали всем миром. Помогали все – друзья, родственники и близкие. Теперь необходимы средства на нужды ребенка и обратный билет. Помогли, можно сказать, помогли. Я просила, да, но я думала, это так долго ждать. А тут буквально мне 19 позвонили, буквально на днях позвонили, что есть возможность поехать в Самару на лечение. Отца семейства возмущает тот факт, что никаких льгот для их ребенка нет. Инвалидность он получил через полтора года после рождения. В медико-экспертной комиссии пояснили, что детям, страдающим ДЦП, инвалидность выдается с момента подачи заявления и установления диагноза. С ДЦП выставляется сам диагноз после года. До года их ведут как перинатальное поражение центральной нервной системы. С этим диагнозом инвалидность не дается. А диагноз, если ДЦП выставлен, то вот медицинские организации после проведения всех реабилитационных диагностических мероприятий и лечебных, подтверждающих стойкое нарушение функции организма, направляют детей не ранее, чем четырех месяцев с момента установления диагноза. Сейчас для семьи Косеновых самое главное – благополучно отправить биржанчика на обследование в Самару. Ведь каждая минута дорога. Эта реабилитация поможет ему преодолеть заболевание. Те, кто хочет помочь ребенку, могут связаться с семьей Косеновых. Амина Смакова, Карат Рашидов, Марат Гултемов, Первый Карагандинский. Почти две тысячи деревьев разных пород высадили в районе имени Козыбек-Би в этом году. Часть из них так и не прижились. Сегодня городские депутаты вместе с чиновниками и подрядчиками обследовали этот район Караганды. Выясняли, как ухаживать за зелеными насаждениями. Ирина Камышова вместе с народными избранниками отправилась в зеленый патруль. Правильно говорит болезни, нету плановости. Они как-то в разброс. Там вообще в разброс. Сквер на Каскадной площади. Центр города, территория благоустроена. К общему пейзажу в прошлом году добавились зеленые насаждения. Березы, елки и сосны. Но только деревья высадили, как Бог на душу положит. Подтверждение тому их слабая приживаемость, отметили депутаты. Год назад выделенные средства были освоены. Было все красиво посажено. Прошел год. Даже не год. Год будет осенью. В данный момент видим, что уже за ними никто не смотрит за этими насаждениями. Этот сквер в нашем центре города. Поэтому необходимо срочно принимать меры. В создании зеленого пояса на новой трассе Юго-Восток-Майкудук принимали участие местные власти. Да и погода затем не баловала. Стояли 40-градусные морозы. В том, что деревья приживутся, сомневались многие горожане. Но, вопреки всему, хвойные выжили. В районах Азбекбе в этом году выделено около 27 миллионов тенге. Посажено 1987 деревьев. Из них 316 хвойных и около 1700 лиственных. Содержание, а также полив, осуществляется в течение всего года. Срок гарантии – два года. Озеленили и объездную трассу Юго-Восток-Кунге. Здесь высадили более тысячи тополей. Те, что не прижились, к осени будут убирать и сажать другие деревья. Кстати, ответственность по уходу за многочисленными насаждениями легла на управление парками и скверами Караганды. При малочисленном штате работа у парковиков не в проворот. Здесь уже засыхает, начал засыхать. А мы это купирование сделаем в августе месяце. Такими, она снизу пойдет. Нехватка фонарей, зеленая ситуация в сквере по улице Язева народных избранников не порадовала. На фоне не совсем приглядного бюста Василию Язеву виднеются несколько сухостоев. А некоторые сосны высажены хаотично. Словом, подрядчикам для большей эстетики явно не хватало хорошего проекта. Все замечания депутаты рассмотрят уже завтра на итоговом заседании постоянных комиссий. Хочется отметить следующее, что в принципе большинство деревьев приживается. Все деревья, которые на саждении не прижились, администраторы программ обещают устранить в августе и в сентябре. И рекультивировать. Но огромная проблема состоит в том, что нет программы содержания этих зеленых насаждений. И мы будем поднимать этот вопрос на совместном заседании уже завтра. Бывший министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Абденов занял должность советника председателя правления Казмунайгаз, сообщает пресс-служба компании. Напомним, 10 июня указом главы государства Абденов был освобожден от должности министра. 3 июля главой Казмунайгаз был назначен экс-министр нефти и газа Сауат Манбаев. Кресло министра Абденов занимал менее года. В сентябре 2012 года Серик Абденов стал министром труда и социальной защиты. Но настоящую известность приобрел только в апреле 2013-го, когда отправился в Карагандинскую область для разъяснения хода пенсионной реформы. Во время одного из своих выступлений на эту тему Абденов и произнес знаменитое «Вам нужно работать и работать, потому что, уважаемые земляки, потому что, потому что». После этого на пресс-конференции в Алматы в Абденово бросил яйца известный активист Андрей Цуканов. Сразу две перестрелки произошли за один вечер в Караганде и Тимиртау. Объединяет происшествие одно. Виновник – алкоголь. Стреляли там, где были распиты спиртные напитки. Итог неутешительный. Оба пострадавших оказались в больнице. Молодой человек, доставленный в центральную больницу города Тимиртау вчера в районе 8 вечера, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи поставили парню диагноз «огнестрельное проникающее слепое пулевое ранение черепа». Трагедия, приведшая к столь плачевным последствиям, произошла вечером 22 июля в одном из дворов города Металургов. В тот вечер 23-летний молодой человек выпивал со своим знакомым. Молодые люди поссорились, и его собутыльник, выхватив травматический пистолет, совершил выстрел. Был немедленно взят в операционную, произведена трепанация черепа, удаление инородного тела, пули, от травматического пистолета ОСА. Молодого человека доставили в больницу спустя 20 минут после ранения. Сейчас пострадавший находится в коме. По словам Степана Мартынова, подобные ранения могут грозить множественными осложнениями, в зависимости от степени повреждения головного мозга. Остальная информация не разглашается. В тот же вечер в другом городе произошло похожее преступление. Изменилось только оружие. В тот же вечер, но уже в Караганде, врачи оказали помощь 32-летнему местному жителю, в которого выстрелил из ружья его 22-летний собутыльник. По данным фактам, возбужденные уголовные дела, проводятся расследования. Мораль всей истории такова. Не надо делать необдуманных поступков. Теперь один за ее участников в коме, другой в руках правоохранительных органов. Марк Бышко, Тульген Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. А вот жительница Жизказгана заплатит штраф за двойное замужество. Женщина, находясь в официальном союзе с мужем, связала свои узы с другим мужчиной. Об этом сообщили в областном суде. При этом 42-летняя женщина не сообщила о том, что уже состоит в браке. Тем самым нарушила кодекс Республики Казахстан о браке и семье. Там указано, что лицо обязано при подаче заявления о вступлении в брак сообщить о предшествующих официальных союзах. Соответственно, двойное замужество в стране запрещено. Нарушение выявила юстиция города Жизказган. В судебном заседании женщина пояснила, что не была осведомлена о существующем порядке в данной сфере, однако признала свою вину. Постановлением суда гражданка за сокрытие обстоятельств, препятствующих вступлению в брак по статье 376 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях штрафовано на 3500 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу. На этом у меня все. Далее новости спорта продолжит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета футбольной премьер-лиги Казахстана, по итогам которого результат матча «Шахтеры-Ордобасы» был аннулирован. А Шимкенскому клубу засчитано техническое поражение 3-0. А «Шахтеры» – соответственную победу. Виной тому послужил защитник южноказахстанцев Мухтар Мухтаров, который должен был пропускать игру в Караганде из-за перебора желтых карточек, но успешно отыграл весь матч. Напомню, та встреча завершилась в крупной победе «Ордобасы» 1-3. Накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Шахтер-Батэ» состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров команд. После традиционного вступления пресс-атташе первым словом взял главный тренер карагандецов Виктор Кумуков. «Мы ожидаем очень трудный матч, готовимся к нему. Конечно, мы не знаем, как все сложится, но я точно могу с уверенностью сказать, что каждый, кто выйдет на поле, будет от первой до последней минуты биться». Виктор Гончаренко вошел в пресс-центр в компании своего пресс-атташе, который и выбирал, кому из журналистов задавать очередной вопрос. «Понятно, что мы находимся под таким очень серьезным давлением, потому что два последних года мы играли в группе Лиги Чемпионов, и уже болельщики, пресса, все специалисты требуют только от нас, опять же, как минимум повторения этого результата, и вот это очень сильно давлеет над командой. И вот это давление, на мой взгляд, привело к тому, что невнятную игру мы показали в первом матче, поэтому сейчас мы понимаем ситуацию, что надо это все исправить, надо играть быстрее, что мы завтра постараемся сделать». Начало матча запланировано на сегодня в 19.30 по времени Астаны. Стоимость билета – 200 тенге. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, непременно звоните к нам в редакцию по телефону 4206-49. Всего доброго, до свидания. Аман, салбомыздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова